Мессианская община И вместе со всем еврейским миром мы изучаем сегодня один из 54 отрывков Торы, Пятикнижия Моисеева. Сегодня все верующие евреи, они открывают Тору и изучают очередной отрывок. И мы изучаем отрывок Торы, который есть в книге «Дворим» или «Второзаконие», 29 глава «Второзаконие», 10 стих. И включая всю остальную, 29 главу и 30 главу. Она называется «Ницавим». В русском языке нет прямого перевода, который можно было сразу. Это от слова «стоите», но если в глубину именно этого слова идти, то «стоите прямо», «стоите выпрямившись». И я верю, что в этой главе именно об этом и говорится. О том, как даже стоя на коленях перед Богом, как все-таки сходить перед Ним и стоять перед Ним прямо, выпрямившись, не постыжаясь. Друзья, здесь очень важная мысль. Я верю, что тот, кто уловит эту мысль, это даст успех. Потому что этот раздел, он об успешном хождении перед Богом, как всего народа, так и каждого человека. То есть об основном, коренном условии успешного хождения и стояния человека и народа перед Богом. Итак, Дворим и Второзаконие, 10 глава. Вот вы сегодня, Ницовим, то есть стоите перед лицом Господа Бога вашего, начальники колен ваших, старейшины ваши, надзиратели ваши, все израильтяне, дети ваши, жены ваши, пришельцы твои, находящиеся в стане твоем, от секущего дрова твоей, до черпающего в воду твою, чтобы вступить тебе в завет Господа Бога твоего и в клятвенный договор с Ним, который Господь Бог твой сегодня поставляет с тобой. Зачем это они стоят? Дабы соделать тебя сегодня Его народом и Ему быть тебе Богом. И далее, значит, мы видим, да, то есть этот момент, давайте реконструируем немножко, как бы, ситуацию, значит, Моше произносит свою речь, это третья его речь, перед народом, значит, стоит народ, и Моше, это не просто, так бы, история, это проповедь, можно сказать, это речь лидера нации, это речь руководителя народа, к народу, который говорит самое-самое-самое главное. И далее, значит, да, и оно, эта речь, она произносится после 28 главы, это 29 глава, вы помните, 29 глава, это глава о благословениях и проклятиях, то есть вот это, то есть 28 глава, а 29 глава после 28 главы, то есть 28 глава, это такой, ну, высший пик накала речи Моше, а 29, это как будто он произнес такое, знаете, когда благословение, проклятие, народ весь стоит, дрожит, вот, и здесь он как бы подводит итог вот этого, говорит, вот вы стоите здесь перед Богом, Бог хочет быть вашим Богом, чтобы вы были Его народом, вот, поэтому, говорит, вы видели все, что, вот эти все мерзости, которые происходили у фараона в этой земле, вы проходили через вот эти вот народы, вы видели, как они поклоняются чужим богам, что они творят, они убивают детей, они творят там всякие сексуальные вот эти вот нарушения там и так далее, то есть они творят непотребство, вы, говорит, не делайте этого, не ходите вслед за другими богами, потому что если вы забудете завет своего Бога и пойдете, это я уже пересказываю главу, и пойдете вслед за другими богами, то Бог прольет на вас свой гнев, вот, и тогда народы, когда они посмотрят на то, что с вами случилось, они скажут, господи, а что случилось, почему вот они были такими крутыми, у них все было так хорошо, а почему теперь эта земля, она как будто выжженная вся, что случилось? И Маше говорит, и скажут им, потому что они ходили вслед других богов, они оставили своего Бога, и в 30 главе Маше говорит, ну, он говорит, когда придут на тебя все слова сии, благословения и проклятия, которые возложили тебе, в общем, он говорит, все-таки придут не только благословения, то есть вы завоюете землю, будут благословения, но будут и проклятия, вот, и говорит, и тогда, когда вы будете уже в других народах, то есть все-таки вы пойдете за другими богами, да, и тогда, будучи среди народа, вы вас зовете к Богу, и Бог услышит вас, и он обрежет, придет вас в эту землю, обрежет ваши сердца, то есть он уже как бы там мессианское такое пророчество, мы не забываем, что Маше это пророк, да, значит, и в конце концов вы будете, вы будете его народом, он будет вашим Богом. Но, друзья, но перед этим, в среднесрочной перспективе мы видим, что у еврейского народа будет не только победа, но будут и определенные падения, будут определенные поражения, и мы сегодня попытаемся разобраться, что привело к тому, что все-таки, вот, у них это случилось, что привело к тому, что они все-таки, в конце концов, было вавилонское пленение, да, сначала там ассирийское, потом вавилонское пленение, вот, и потом они были рассеяны, в общем, произошло много нехороших вещей. И я думаю, что нам надо вернуться чуть-чуть выше 20, ну, у нас 29 глава сегодня отрывок с 10 стиха, а мы давайте со 2 почитаем. И созвал Моисей всех сыну, то есть это 29 глава, 2 стих. И созвал Моисей всех сынов израилевых и сказал им, вы видели, он им сказал, вы видели, все, что сделал Господь перед глазами вашими в земле египетской, с фараоном и всеми рабами его, и всей землей его. Мышцу простертую, и те великие казни, которые видели глаза твои, и те великие знамения, чудеса, руку крепкую. И до сего, но, до сего дня не дал вам Господь сердце, чтобы разуметь. Вы, говорит, видели. Вы все это видели, все, что происходило. Таких чудес не бывало, чтобы народ Бог вывел, понимаете, чтобы такие чудеса, чтобы там вот этих фараонов войск он потопил, да, потом вас кормил, там водил, вы побеждали этого Иога, значит, и там царя, и того царя, вы побеждали. Вот, ну, такого не было в жизни, вы это все видели. Но до сего дня не дал вам Бог сердце, чтобы разуметь. А чей, чтобы видеть, и ушей, чтобы слышать. И дальше, вот, начинается наша глава, да, то есть мы видим, что он говорит, не ходите слез за другими богами, но они пойдут. Почему они пойдут? Ну, наверное, потому что не дал Бог сердце, чтобы разуметь. Ну, а что такое может быть, чтобы Бог выводит в землю, да, а сердце не дает. А что дает? Павел в Римлянам 11 глава 8 стих, он говорит, дал духа усыпления. Ну, рассматривает подобную ситуацию, да, через какое-то время, через, там, получается, полторы тысячи лет, да. Значит, он, ну, полторы, там, в общем, да, полторы тысячи лет. Значит, он рассматривает все это и говорит, дал духа усыпления. То есть он ссылается на вот эти вот, на этот четвертый стих, да. До сего дня не дал вам Господь. Ну, как-то так оно, оно не вяжется вроде. Мы знаем нашего Бога, Бог всегда, Он хочет быть, да. Он в этой же главе, значит, там, в конце главы, Он говорит, я хочу, чтобы, я даю вам, говорит, и жизнь, вот предлагаю, жизнь и смерть. Но я хочу, чтобы вы выбрали жизнь. Это желание моего сердца. Но есть что-то, что, как бы, ведет к тому народ, целый народ, да, и каждого человека, что Бог не дает сердце, и не дает глаза видящие, и не дает уши, уши слышащие. И вы знаете, для нас это очень важно, потому что это не история. Мы тоже народ Божий, да, значит, и мы тоже стоим перед определенной ситуацией. Как тот народ стоял перед, значит, новой жизнью, да, перед походом в новую жизнь, перед той войной и завоеванием земле обетованной. Мы тоже, как народ, мы вступаем в последнее время, и здесь тоже предстоит война, и тоже обетованная земля, и что-то у нас должно быть такого, но в то же время, чтобы не было сердца такого неразумеющего Бога, и чтобы у нас глаза все-таки были видящие, уши слышащие. Аминь. Вы понимаете, о чем я говорю, да? То есть Бог, Он Бог принципов. Он не Бог таких, вот знаете, ситуаций, которые происходят только вот с тобой, и все, и в жизни больше вообще ни с кем не происходит. Хотя вот все люди, не то, что там все, многие люди говорят, вот такого, как со мной ни с кем не бывало. Но я хочу сказать, что Клиза сказал, бывало. Помните, да, он говорит, вот говорят, что такого не было. Он говорит, было такое. И можешь поверить, что то, что с тобой происходит, то было и с другим. Если ты будешь изучать Библию, то есть я буду изучать, ты будешь. Когда я говорю ты, это понимаешь, что я, прежде всего, говорю я, мне, на себе. Значит, когда что-то происходит, то мы должны изучать принципы Божьи. Вот мы сегодня изучаем принципы Божьи, да, чтобы сегодня перенести в нашу жизнь и понять, что же привело этот Божий народ, привело к такому поражению, в конце концов. Не только к завоеванию земли, мы не об этом говорим. Мы говорим о том, что это привело Божий народ к определенному поражению. И есть толкование, и наиболее распространенное толкование, о том, что своим непокорством и неверием израильтяне проявили свою неспособность принять все это. Ну, имеется в виду, они были непокорны, поэтому они не приняли сердце, глаза, уши. Ну, вот непокорны были все. Ну, как бы, Маш, а почему они были непокорны? Другое толкование, почему они были непокорны? Потому что у них не было мировоззрения, то есть они мыслили так, что они не могли быть покорными, да, другими словами. То есть они не понимали замысла Божьего относительно себя. То есть Бог их вывел для того, чтобы они были священниками, являли его святость Божью, да, и были священниками перед другими народами, но они не вместили всего этого и занимались там своими обыденными делами, у них даже до них не доходило. Но это тоже не ответ, мы понимаем, что есть еще нечто глубже, а почему они такими были, почему у них было такое мышление? Вот, и следующий уровень, как бы, понимания ситуации, это потому что их сердце, и это уже ближе, ближе, оно было не просвещено Божьим светом. То есть они были такие непокорны, они не понимали замыслов Божьего, потому что их сердце было не просвещено Божьим светом, а свет, он должен прийти в жизнь каждого верующего человека, потому что написано в Псалме 17, Давид говорит, ты выжигаешь светильник мой, Господи, Бог мой просвещает тьму мою, свет, он должен прийти, и такой свет есть, Иоанна 1,9, был свет, который просвещает всякого человека, приходящего в мир, пришел к своим, а свои не приняли. То есть есть свет Божий, да, который должен просветить тьму, но люди принимают или не принимают. То есть в тот момент еврейский народ, израильтяне, они не приняли этот свет, и я согласен с таким толкованием, они не приняли свет, который должен был прийти в их жизнь. Ну вы чувствуете, мы идем, а почему они не приняли? То есть вопрос, они не заканчиваются, не заканчиваются. И мне кажется, вот сейчас вот мы доходим до глубины, мы доходим до самого того ответа, понимаете, что является именно сердцевиной хождения перед Богом, с чего начинается хождение перед Богом, с чего начинается успех хождения перед Богом. Как в жизни народа Божьего, так и в жизни каждого человека. Исайя, 6 глава, это та глава, в которой Исайя сказал, вот он я, пошли меня. И после этих слов Бог говорит, и сказал он, то есть Бог, пойди и скажи этому народу. Слухом услышите и не уразумеете, и очами будете смотреть будете, и не увидите. Ибо, вот давайте мы сейчас усредоточимся, почему они не имели ушей, глаз видящих и слышащих, и почему не имели такого сердца, которое разумеет. Ибо огрубело сердце народа сего. Огрубевшее сердце, друзья. Вот причина всякого неуспеха, вот причина проблем и народа, и каждого верующего человека. Мы не забываем, там были верующие люди, они были классными ребятами, друзья. Это люди, которые 38 лет проходили вместе с Богом, они видели, как дым поднимался, и огонь. И они видели, они каждый день были в церкви, друзья. Мы здесь раз-два в неделю ходим, они были каждый день в церкви. Когда приходил, когда Моисей шел молиться в Скинию собрание, там написано, что все выходили, становились возле Шатрова, и я думаю, что они молились, понимаете. Это было собрание, 2 миллиона или 3 миллиона человек. Крутое собрание такое, знаете. Такое вау просто. Каждый день это было. А сердце не имели. То есть хождение в церковь, это еще не значит, это еще не значит, скажем так, быть в правильной позиции перед Богом. Это еще не значит, что у нас все получится. Оказывается, самое главное, это сердце. Друзья, Бог, Он претендует на наше сердце, Он хочет всего сердца. Он не хочет, чтобы у нас были огрубевшие сердца, Он хочет, чтобы мы были успешны. Аминь. Он успешны в Божьем понимании, чтобы мы исполнили, как Божий народ исполнил волю, чтобы мы также исполнили Его волю. Ибо огрубело сердце народу всего, и ушами с трудом слышат, и очи свои смкнули, да не узрят очами, не услышат ушами, не разумеют сердцем, и не обратятся, чтобы я исцелил их. Друзья, Бог, Он хочет, чтобы у нас, чтобы иметь с нами прекрасные отношения. Он хочет, чтобы мы были успешны, чтобы у нас все получилось. Имеется в виду, как у общины Его, как у Его церкви, как у Его народа, чтобы у каждого из нас все получилось в жизни. Он добрый Бог, Он благий Бог, и Он готов дать. Но в то же время Он справедливый Бог. Он не будет давать, если мы не хотим этого. Если мы не анализируем свое сердце, если мы довольны тем, что мы приходим сюда, понимаете? Если мы довольны, мы все правильно, это классно, что мы приходим сюда, надо приходить. Но это же не все еще. На самом деле нам надо вникать в себя, в учение, смотреть в свое сердце. Нам надо понимать, в каком положении мы находимся перед Богом в этом плане. Потому что с этого все начинается. Если мы имеем неогрубевшее, мягкое сердце, плотяное сердце, то свет Божий приходит. Мы понимаем замыслы божьи. Мы тогда ходим правильно перед Богом. У нас есть плод, мы делаем добрые дела. И мы тогда не являемся жестоковынными, и мы тогда не являемся непокорными, будем покорными Богу, и мы тогда не будем служить другим богам. Это я обратно уже иду. Это сердцевина. Это еще не все, понимаете. Но это начало, начало, это сердцевина всего. Иметь сердце плотяное, иметь сердце обрезанное, которое Бог говорит. Он говорит, в конце концов, когда приведет свой народ, он говорит, обрежу сердца их. А я их сделаю неогрубевшими, они будут мягкими. Я буду с ними работать, я буду говорить в их жизнь. Они будут меня слышать, они будут ходить передо мной, я буду их любить, я буду их Богом. Я все сделаю в их жизни. У них все в жизни будет хорошо. Аминь. Друзья, это Бог хочет для каждого из нас. Давайте мы будем вникать в себя, давайте мы будем вникать в учения, давайте мы будем ходить перед Богом, понимаете, делать то, что учит нас Бог. Вот эта история, которая произошла так давно, уже 2500 лет назад, но какая она для нас актуальна, друзья. То, что происходит сейчас в мире, понимаете, оно будет вызывать разные ситуации. И нам нужно вот это сердце, через которое Бог будет говорить. Потому что Ишо, когда он смотрел в наше время, в наше время, он говорил, самое главное, чтобы в это время вас никто не прельстил. Понимаете, да? Это самое главное. То есть вопрос не то, чтобы у вас там продукты были и так далее, я позабочусь об этом. Но самое главное, чтобы вас никто не прельстил. Когда нас никто не прельстит? Если мы будем иметь вот это вот сердце, которое посвященное Богу, сердце открытое для Бога, открытое, принимающее Его свет, сердце, через которое Бог говорит нашу жизнь, вот, и сердце, которое Бог будет благословлять. Я желаю всем нам, вам, каждому из вас, драгоценные. Я рад, что вы здесь, вот, и что вы хотите этого, и я хочу этого. Вот. Но нам всегда надо об этом помнить. Сердце, Бог претендует на все наше сердце. Ему, его не удовлетворяет, если это сердце, или какая-то его часть, оно будет отдано чему-то другому вообще, понимаете. Прежде всего ему, если мы отдаем сердце ему, он все дает нам, все остальное, о чем мы попросим, и чего мы не пожелаем. И тогда мы будем просить то, что надо, и то, что он может дать. И, друзья, у нас тоже есть, я заканчиваю, у нас есть еще правило такое, мы теперь вводим, вернее, правило, мы будем молиться за Израиль. Конечно, мы помолимся и за нашу страну. Аминь. И за наш народ. Давайте встанем, это молитва. Драгоценный наш Небесный Отец, мы любим тебя, Божий Господь. И мы очень-очень благодарны, Господи, за Тору, которую ты дал нам. Мы благодарны тебе за Ишоа, которая есть, живая Тора, Божий, пришедшая в нашу жизнь, изменяющая нашу жизнь, Господь, изменяющая страны, континенты, Божий Господь, изменяющая жизнь, приносящая благотворный свет в каждую жизнь, принимающую ее. Мы благодарны тебе за твой народ, Божий, через который ты дал и сохранил Тору, через которого ты дал Ишоа, Божий Господь. И мы сегодня, Господи, стоя перед Тобой, Боже, мы ходатайствуем за этот народ, чтобы Ты убрал всякую пелену с их сердец, чтобы их сердца, Господи, они были обрезаны, Боже, Господи, чтобы их сердца были открыты к Тебе, к Твоему свету, Боже, чтобы они открылись, они познали Тебя, Боже, Господи, и тогда мы знаем, что мир, он тогда придет в Иерусалим, и мир придет в Израиль, Господи, и тогда они будут Твоим народом, а Ты будешь их Богом. И, Господи, о том же самое молим и за Украину, Господь, мы знаем, что, Господь, и у нашего народа тоже, Господь, необрезанные сердца, Боже, мы просим, Господь, этого обрезания для нашего народа, мы просим, чтобы весь народ, Господь, вся Украина, начиная вот с этого места, с Одессы, она познала Тебя, познала Твою любовь, Твою благость, познала Ишуа, Господь, который есть Мессия, Боже, Господь, и для еврейского народа, и есть Господь и Спаситель, Господь, для всех народов, Боже, Господь, мы, Господи, молим Тебя за наш народ, Мы просим милости к нашему народу, Боже. Мы просим, Господь, Твоей защиты для нашего народа, для нашей земли, Господь. Потому что мы любим также и этот народ, и мы любим нашу землю, Господь. И мы, Господи, ходатайствуем. А Тебе, Боже, Господь, за все честь, слава, хвала и благодарность сердец наших. Аминь.